Ну, во-первых, мне бы хотелось поздравить всех здесь присутствующих, Алика, всех его, в общем-то, не многочисленных, но очень предан этому помощнику с этим очень серьезным юбилеем. Мы все очень рады, что есть такое место в Средовой, оно завоевало серьезную репутацию, что приходит с большим удовольствием. В нашем выступлении сегодня, как сказал Алик, сюрприз, оно достаточно спонтанное, и мы заранее просим извинения. Не было возможности по времени готовить эту программу очень долго, ее шлифовать. Но выступление будет в некоторой степени спонтанное. Я представлю буквально слова по ходу исполнения. И просто мне хотелось бы сказать буквально два слова. Идея вот этих таких четырех тенор-саксофонов, в общем-то, не на вас. По-моему, в 79-м году в Доме медиков таким очень известным, я бы сказал, выдающимся музыкантом, тенор-саксофонистом Виталия Клинота, был создан первый портрет саксофонов, в котором участвовал он, Алексей Зубов, Александр Родионов и Сергей Курбелошкин. В течение времени солисты менялись, ритм-секцию очень долго приходилось. Вот здесь Алексей Сплатовский, который принимал там участие, я тоже в определенное время. Так что идея, в общем-то, не на вас, а на пользу большим успехов. И я надеюсь, что этот коллектив, который, в общем-то, так спонтанно родился, он получит право, так сказать, на существование. Так что мы сейчас перейдем к музыке. Попрошу. Да, еще я забыл самое важное. Самое важное. Те аранжировки, которые были написаны, написаны выдающимся российским композитором, аранжировщиком, блестящим в прошлом, контрабасистом, блестящим пианистом, человеком, который мы все очень любим, и который тоже сделал такой подарок клубу в виде этой работы. Я говорю о Юре Ивановичу Маркину, который здесь. Я буду так объявлять вещи, потому что название «мини» стираются из памяти. Первая вещь – это вещь, в которой мы видим, что они использовали для пива. Это очень важно. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Ливтер Лившинь Аптер этого проекта, который после... Лиз сколько лет прошло? Лет 12 Вот после 12-летнего перерыва Виктор собрал снова 4 саксофона, и они выступили здесь. Кстати, «Блю Марш», вот эта тема, которую они закончили, он всегда был, насколько я помню, в репертуаре «Той-четвертой». И только артойки, да? А? Да. Спасибо большое. Итак, спасибо адекатам, которые пришли нас подроить. Еще раз Виктор Левшин, Станислав Григорьев, Анатолий Терасимов, Толхатин Горшков, Иван Волков, Алексей Сплатовский, Владимир Васильков. Кстати, друзья мои, я, начиная вечер, так, зациклился на пятилетии клуба, совсем забыв о том, что есть еще одна дата. И вот я сейчас перекину очень удачный мостик такой. Анатолий Терасимов, музыкант, который долго работал в Америке, в Европе, и играл в оркестре Мерсера Эллингтона. И вот тут самое время сказать, что Дюк Эллингтон старше нашего клуба на один день и 95 лет. Сто лет назад родился Дюк Эллингтон. И эту дату отмечали вплоть до сегодняшнего дня, я думаю, что будто еще после этого концерта. Но мы как бы замыкаем празднование, посвященное Дюку Эллингтону. И сегодня прозвучат еще его вещи. И одновременно то, что происходит в клубе, это посвящение и нашему празднику личному, и, конечно, столетнему юбилею Эллингтона. Кстати, потом, когда можно будет подступиться к стенам, посмотрите, очень интересные фотографии, которые оставил нам на память Феликс Соловьев, Дюк Эллингтон в Москве, в Москве и в Санкт-Петербурге.